друзья всем привет сегодня мы прилетели в дубай чтобы отправиться в морское путешествие на одном из самых больших лайнеров в мире мы посетим три страны ближнего востока три жемчужины персидского залива мы покажем и расскажем лайнер с разных его сторон смотрите нашу первую серию интересно желаем вам приятного просмотра поехали наше путешествие началось полета на самом большом пассажирском самолете в мире аэробус а380 из сингапура в дубай самолет двухэтажный и единственный в своем роде в мире на первом этаже располагается эконом-класс а на втором этаже первый класс закрытыми персональными каютами для кроме безлимитного шампанского и икры можно воспользоваться даже душу на высоте более 10 тысяч метров интересно что вес самолета может достигать 575 тонн это в два с половиной раза больше веса статуи свободы в нью-йорке аэробус может вмещать до 615 пассажиров размах крыльев а380 составляет внушительные 79 метров что сопоставимо шириной 32 двухэтажных автобусов прилетаем в дубай а тут прямо в аэропорту проходит мини-шоу в честь китайского нового года мы специально выбрали зиму для круиза потому что это самое оптимальное время для этого региона средняя температура тут всего плюс 25 в два раза ниже чем летом перемещаемся в морской порт дубая где проходим регистрацию на круиз и выходим к настоящему красавцу круизному лайнеру эмэси виртуоза кстати именно в дубае два года назад была проведена церемония инаугурации лайнера крещение судна посетил сам глава оаэ шейх мухаммед аль мактум а крестной мамой лайнера стала кинодива софи лорен давайте заглянем внутрь этого невероятного лайнера который представляет собой настоящий плавающий город эмэси виртуоза впечатляет своими размерами и роскошью 19 палуб но это не совсем так на самом деле здесь на одну палубу меньше так как нет 17 палуба итальянцы считают это число не счастлива длина лайнера составляет 331 метр это как три футбольных поля к слову эмэси виртуоза прямо сейчас входит в топ-8 крупнейших лайнеров мира лайнер настолько гигантский что скучать здесь точно не придется здесь к вашим услугам театр аквапарк боулин бассейны и джакузи бары и рестораны площадка для футбола и баскетбола фитнес-зал веревочный парк променад бутиков и магазинов казино и даже симулятор настоящего болида формулы-1 с ума сойти как все интересно но мы еще вернемся к ним позже а пока что давайте посмотрим где мы будем жить эти семь дней небольшой рум-тур нашей каюты вот так выглядит наша карточка эмси виртуоза открывай аленочка заходим внутрь у нас внутренняя каюта вот так она выглядит ничего лишнего кровать тут у нас программа не что будет всем привет телевизор и заходим получается в туалетную комнату ванна небольшая и туалет раковина ничего лишнего на лайнере есть несколько типов кают внутренняя как была у нас она идет без окна но идеально подойдет тем кто проводит больше времени на палубах и есть типа кают с балконом а вот так выглядит каюта с балконом то есть кровать еще одна кровать видимо трехместный телевизор балкон открываем и выходим красота всего на лайнере 2440 кают которые вмещают 6344 пассажира плюс полторы тысячи персонала честно признаться просто невероятные цифры с каютами разобрались теперь можно прогуляться и по лайнеру в день заселения на лайнере проходят собрания на разных языках мира где объясняют как все устроено на лайнере чтобы пассажиры не растерялись и смогли быстро сориентироваться ведь лайнер просто гигантский одна из крутых фишек на лайнере интерактивные экраны через которые можно сориентироваться на лайнере и посмотреть список шоу и концертов и забронировать на них бесплатные места чтобы не стоять в огромной очереди перед самим шоу бронируем места и идем джакузи с невероятным видом на вечерний дубай выходим на главный променад в самое сердце лайнера улицу галерия виртуоза это крупнейший торговый комплекс в море его площадь более 1000 квадратных метров но главная фишка променада огромный светодиодный экран 100 метров в длину создается впечатление что каждый раз ты идешь по новой улице на этой же улице находится казино рестораны и театр куда мы с вами и отправляемся но сначала покажем вам самое инстаграмное место лайнера на борту находятся 4 лестницы усыпанные кристаллами сварожки это очень популярное место потому что здесь всегда очереди здесь всегда фотографируются люди только представьте каждая ступенька украшена более 61 тысячи кристаллов в живую выглядит нереально а тот факт что по ним еще можно ходить это просто космос впрочем ходить по ней сложно так как на ней всегда очередь из людей на фотосет подходим к театру где уже скопилась огромная очередь из людей которые хотят попасть на вечерние шоу но у нас как помню места уже забронированы и мы проходим без очереди и попадаем в ле гранде театр вмещающий тысячу человек шоу длится 40 минут и проходит целых три раза вечером чтобы все желающие могли его посетить каждый день шоу проходят разных тематиках отправляемся на верхнюю палубу чтобы посмотреть как лайнер отходит из порта в открытое море и самое время поделиться маршрутом наш морской круиз продлится ровно 7 дней первый день мы отправимся из дубая в столицу катара доху где пробудем весь второй день с утра до вечера на третий день отправимся в столицу бахрейна монамо где также в нашем распоряжении будет один день на четвертый день у нас будет целый день в море на лайнере на пятый день мы прибудем столицу оаэ абу даби а уже на шестой день круиза посетим небольшой остров арабских эмиратов сир бани яст и на седьмой день вернемся в дубай где у нас также будет целый день на утро второго дня мы приплываем в катар где нас встречает столица доха где еще недавно завершился чемпионат мира по футболу вдохе мы взяли обзорную экскурсию которую приобрели на лайнере она длится 4 часа и стоит 65 евро на человека морской терминал дохи был построен специально к чемпионату мира и считается одним из самых лучших в мире только представьте здесь выход из терминала проходит через гигантский аквариум а дальше мы попадаем небольшую художественную галерею все это очень впечатляет садимся в автобус и едем на главную набережную города такси в дохе имеют знаменитый цвет тиффани катар выбрал его специально чтобы ассоциироваться с роскошью и стилем невероятно надоха встретила нас дождем что бывает очень редко а если точнее всего два три раза в год местные говорят кто застает у дождь настоящие счастливчики ведь в катаре выпадает всего 75 миллиметров осадка в год что делает его одной из самых засушливых стран в мире пока мы ехали дождь усилился и наша экскурсия немного изменилась никто не захотел гулять под дождем на набережной поэтому мы поехали дальше где сначала увидели дворец главы катара а затем и деловой центр доха как и любой уважающий себя мегаполис наполнен небоскребами которых насчитывается более 70 высотой более 150 метров а что мы знаем о катаре катаре проживает около трех миллионов человек из которых только 10 процентов являются гражданами страны остальные это экспаты приезжающие для работы катар одна из самых богатых стран в мире ввп на душу населения тут составляет около 91 тысячи долларов но откуда у нее столько денег катар является 13 в мире по запасам нефти и 3 в мире по запасам газа катар стал известен во всем мире благодаря проведению чемпионата мира по футболу в двадцать втором году страна инвестировала в него более 220 миллиардов долларов дождь все не хотел униматься поэтому самое время было отправиться в музей исламского искусства который был разработан одними из самых известных архитекторов мира юмином пэем который также разработал проект пирамиды лувра в париже архитектор пей специально путешествовал по исламским странам чтобы найти вдохновение для дизайна здания и остановил свой выбор на архитектуре 9 века в каире в музее хранится одна из самых крупных коллекций исламского искусства в мире включающие артефакты из испании египта ирана ирака турции и индии коллекция охватывает более 1400 лет истории исламского искусства а всего насчитывается более 15 тысяч экспонатов если хотите проникнуться духом катара то вам обязательно сюда после музея вы будете уже другими глазами смотреть на эту удивительную страну интересно что строительство и оснащение музея обошлись катару в 300 миллионов долларов на выходе из музея обязательно загляните в сувенирный магазин это настоящее сокровище для любителей культуры и искусства которые передают дух ислама здесь можно купить на память главный сувенир катара розу пустыни кстати о пустыне а вы знали что катар небольшая страна которую при желании можно объехать всего за один день тут 90 процентов территории это пустыня а чем же еще славится катар тут находится лучшая авиакомпания мира катар эрвайтс и один из новейших и самых роскошных аэропортов мире хамад а сама страна входит в то топ-3 самых безопасных стран мира тут можно спокойно оставлять свои вещи и не бояться что их украдут дождь немного паутих поэтому отправляемся на главную набережную города карниш откуда открываются лучшие виды на доху а дальше мы поедем с вами самое атмосферное место всей дохи рынок суквакив это не просто рынок это сердце старой дохи тут можно бродить по старым узким улочкам и прочувствовать как выглядела доха сто лет назад заглянем атмосферные магазинчики где можно купить все что душе угодно от картин местных художников до красивейшей фарфоровой посуды мы уже успели проголодаться а запахи местной кухни так и манили сесть ближайшее местечко мы решили остановиться в аутентичном месте и перекусить национальной едой попробовать и мы заказали рис с бараниной и вправду все было очень вкусно поэтому мы смело даем этому заведению 10 из 10 баллов идем дальше по рынку и выходим карт объекту золотой палец как думаете он по-настоящему золотой или все же нет пишите свой вариант в комментариях а дальше нам захотелось прогуляться по улицам города чтобы прочувствовать его колоритную атмосферу но у дождя в этот день были явно свои планы да называется приехали в доху да мы еще сливчики просто дождь льет как из ведра но все же нам повезло и дождь закончился а мы пришли к одному из самых красивых зданий дохи национальному музею катара здание выглядит просто как космический корабль внутрь него мы заходить не стали а просто наслаждались его необычными формами гуляя вокруг него у автора ушло целых 10 лет на то чтобы воплотить в жизнь эту архитектурную фантазию а почему архитектор выбрал именно такую форму дизайна нам расскажет алена сзади меня находится национальный музей катара спроектированный известным французским архитектором жаном вывелем необычную форму музейного комплекса архитектор подчеркнул у минерала который называют роза пустыня он формируется в слоях песка и представляет собой сросшиеся кристаллы и в самом деле напоминающие распустившийся бутон цветка свою главную задачу автор видел в том чтобы вызвать у посетителей ощущение полного погружения как в пустыню так и в море а прямо во дворе музея можно бесплатно посмотреть как выглядели жилые дома катарцев в начале 20 века хоть это и новодел но выглядит все очень реалистично тут можно сделать красивые фотографии на фоне исламской архитектуры возвращаться обратно в порт на такси нам было скучно поэтому мы решили прокатиться пару станций на метро тем более оно абсолютно новое метро тут полностью автоматизировано билет можно купить только в автомате все поезда управляются компьютером а живые люди работают тут как помощники в катарском метро есть четыре типа вагонов стандартный семейный женский и золотой золотой вагон на самом деле ни разу не золотой там просто больше места но с детьми туда нельзя стандартный вагон можно абсолютно всем но обычно тут едут только мужчины семейный вагон нельзя уже одиноким мужчинам а еще есть вагон специально для женщин вот таким нам запомнился катар одного дня тут вполне хватит чтобы осмотреть все достопримечательности которые в основном находятся в дохе катар сейчас это как дубай 10 лет назад город и страна активно развиваются и будет интересно вернуться сюда и увидеть его снова через 10-15 лет друзья если вам понравился наш выпуск ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал для нас это очень важно так мы будем знать что вам нравится наш контент а мы тем временем возвращаемся на лайнер где уже во всю кипит жизнь отправляемся на вкусный итальянский ужин а затем и в театр на вечернее шоу посвященная песня в стиле фрэнка синатры и многих других легенд жанра свинг а давайте заглянем с вами в казино она тут работает до поздней ночи предлагая все разнообразие игр которые можно найти на берегу наш лайнер тем временем уже отправился в новую страну бахрейн что нас ждет там и на следующий день в море смотрите в нашей второй серии бахрейн бороли и я а и и бахрейн и Субтитры подогнал «Симон»!